Продолжение следует... Они могут допускать ошибку, но они могут выигрывать, идти в высшую лигу, больше зарабатывать и входить в историю. Те, кто сидят на трибуне, они просто смотрят. Они что могут? Они могут закидать помидорами, они могут похвалить, осудить, но они не вершат историю, они не зарабатывают деньги, они не идут дальше, они сидят, они не двигаются. Каждый из нас выбирает быть на трибуне, либо быть игроком. Игрок рискует тем, что он может допустить ошибку и в какой-то момент не прийти к успеху вот так быстро, то есть где-то проиграть. Но он знает, что он может выиграть. И для нас выбор, что делать. Поэтому, когда человек говорит, что нет успеха, нужно понимать, что, возможно, страх неудачи, возможно, страх быть освистанным другими людьми. Что? Почему он боится? То есть нужно идти в суть. Ну и все-таки больше людей сидят на трибуне. Наверное, вот точно так же, как и на поле. 11 игроков, запасные игроки и вот такая большая трибуна. Наверное, в жизни где-то такое же соотношение. Мало кто хочет рисковать, мало кто хочет открывать свой бизнес. Потому что свой бизнес – это ответственность. Ты думаешь о том, чтобы в конце месяца заплатить зарплату, заплатить налоги, заплатить аренду, купить что-то недостающее, вложить куда-то деньги, где-то сэкономить. А человек, который приходит на зарплату, он сидит и он знает, я вот досижу до шести, выйду. Ну, в большей своей степени. Есть такие, конечно же, которые растут, у которых есть в рамках одной компании, либо в рамках уже других компаний, стран даже, рост карьерный. А есть люди, которые абсолютно их устраивает, они не хотят брать ответственность за свою жизнь, они не хотят выходить из зоны комфорта. Им удобно.